Это было давно, лет уж двадцать назад, к нам пришла благородная дама. Круглая лица бела, словно тополь стройна, перед хором плыла словно пава. В начале обучения своих студентов Валерия Федоровна Возная предпочитает работать с хором. Солисты будут, но чуть позже. Да такие солисты, что удастся поставить музыкальную историю под небом Парижа. Оперета в театре – дерзость, которая удалась и стала легендой феста. Когда мы стали ставить фиалку, так мы ее называем, под небом Парижа, это же оперета. И надо было ее переделывать в спектакль. Это было сложно. И слава богу, что у нас есть такие актеры, которые могли это сделать. Солнце озарил небес, края, и ночи рассеялся мрак. При подготовке этого известного спектакля Валерия Федоровна участвовала и как педагог по вокалу, и как художник по костюмам. Талантливый человек талантлив во всем. Это точно про нее, вторят коллеги. Это вообще уникальный человек по жизни во всем. То есть она настолько многогранна. Вы бы видели, какие она вяжет вещи, шьет вещи, как она готовит пироги и торты. Понимаете, то есть это кроме того, что она может научить петь, ну просто любого человека. Сама Валерия Федоровна утверждает обратное. Петь могут не все, но почему-то среди ее учеников таких нет. И в своем капустнике фестовцы доказывают это снова. Когда вы спросите меня, как я живу на склоне лет, отвечу я полна огня, да-да, полна огня и юных сил, сил, которых нет. Красавица с прекрасным вокалом. Сцена ждала ее, но судьба распорядилась по-другому. Валерия Федоровна стала педагогом. Напророчили ей это еще в юности. Когда я еще училась в музыкальном училище, у меня был очень хороший педагог. Известный она среди, так сказать, вокальной педагогик, очень известный человек. И она мне сказала, наверное, вы не будете на сцене, а вы будете преподавать. Я говорю, почему? Ну вот, я так вижу. Но педагогика ушла на второй план, когда Валерия Федоровна столкнулась с одной необычной группой студентов – фестовцами. Через какое-то время работа в театре стала для нее основной. Но эта женщина, кажется, успевает все. Я вот ее очень хотел бы выделить одно человеческое качество. Она человек неунывающий, все время находящийся в состоянии такого какого-то здорового все-таки оптимизма. Когда вот сейчас приходит молодой артист, ему 20 лет с небольшим, он говорит, нет, у меня все плохо, у меня нечего больше ждать от этой жизни. Валерия Федоровна – человек, который сама ездит в Европу свои юношеские, можно сказать, годы. Удивительная, харизматичная, талантливая и, главное, женщина с большой буквы до сих пор считает работу главным в ее жизни. Творческих планов много, да еще каких. И возраст Валерию Федоровну точно не остановит. На следующий год театр собирается ставить музыкальный спектакль «Ханума». Вот мы будем там работать. Без нее я, конечно, не справлюсь. Вот, чтобы сил хватило, здоровья хватило, творчество вот этого, вдохновение какого-то вот этого. Надо начинать готовиться уже, собственно, к юбилейному совсем юбилею, потому что, собственно, раз, два, три, вот уже это самая круглая дата. Я хочу пожелать ей оставаться такой же иконой стиля для нас, она просто путеводная звезда, чтобы она была здорова, чтобы она была с нами подольше, а мы с ней. Это большое счастье. Анна Мусаликина, Денис Петров, информационная программа «День». Аминь. 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 Продолжение следует...